А здесь вообще репейник растет, и кошки бегают, и коровник, коровник, каменный ледник, покрытый землей и так далее. Давай. Вот это счастье нам приводило. Многие студенток и студентов давно так хорошо не ели, как в литовском замке. Здание с надписью WC. Иногда мои видео залетают в какие-то странные рекомендации, и бывают там, знаете, выглядят как петух. Вот сегодня прям подарок. Подарок от меня всем этим прекрасным людям. Желтенький петушок. Петушара. Мы здесь уже гуляли с вами, когда я был красной петушарой. Вот оттуда, вот так и дальше. И сейчас мы часть маршрута эту пройдем, но будем рассказывать совершенно про другие вещи. Мы находимся с вами вот здесь, где у нас сейчас зоокондитерская фабрика имени Конкорде Самойлова. Я о ней еще пару слов скажу. Вообще, это бывшая фабрика Жоржа Бормана или Бармана. Я там недавно был на выставке, посвященной шоколаду. Ну, это отдельная песня. Но почему здесь сортовали? Потому что здесь, соответственно, ой, соответственно, соответственно и собственно, да, это наш конек. Напоминаю, что великий князь Константин Николаевич со своей балериной Кузнецовой зажигал после того, как Александр Иосифов, его официальная жена, ему немножко постылила. И потом по наследству это все перешло Нике и Мале. И Мале писала, что ей был виден сад великого князя Алексея Александровича, в котором мы сегодня еще окажемся, точнее в том, что осталось от этого сада. У Константина Николаевича была сестра, соответственно, дочь Николая I, Ольга. Нет, все не так. Уже вот, я иногда, да, все не так, нет. На самом деле, Ольга была его дочерью. Сорян. Сестра у Константина Николаевича тоже была, конечно же, да. И не одна, например, Мария, Ольга и Александра. Но то была другая Ольга. А я говорю про Ольгу Константиновну, которая вышла замуж потом за греческого короля Георга, и у нее родилась дочь. За которую, точнее, не за которую, а которая вышла. Вышла замуж за Павла Александровича. И Павел Александрович, это уже был сын Александра II. То есть Александра Николаевича, получается, старшего сына Николая Константиновича. Все, как вы видите, очень просто. Вы сразу же моментально разобрались во всех этих перипетиях романовских и так далее. Конечно, без портретов это все сложно понять. Но я вам портрет от Ольги подставил греческой королевы. Просто Павел Александрович нам сегодня потребуется. Мы вынем его из склада исторического и поговорим буквально недолго, потому что на улице Писаревой, бывшей Алексеевской, находится так называемый запасной дом. А нас интересует вот этот дом, потому что сегодня я буду рассказывать про одного из моих любимых архитекторов Виктора Шрётера. Это дом купеческого сына Пампеля. И у меня вот шпаргалка замечательная искусствоведа Николаевой, которая пишет здесь буквально следующее про это здание. Давайте мы будем потихонечку приобщаться к высокому штилю. Скомпоновав фасад без ордера, это обозначает, что здесь нет ни колонн, ни пилястр, ничего такого. Он придал ему полуклассические полуренессансные черты. Первый этаж выделен глубокой ростовкой. Глубокая ростовка – это вот эти полосы. Это все пришло нам из уже ренессанса итальянского. На втором этаже боковые оси обработаны треугольными сандриками, увенчаны лепниной, оформлены полуфигурами, кариатиды, балюстрады в основании. Сандрики – это напоминаю полочки над окнами. С кариатидами все понятно. Это вот эти две барышни. Причем они так, знаете, положили вот так вот руки. Но если поближе рассмотреть, у них там прямо видны сисечки. Но, правда, там у них соски не так акцентированы, потому что недавно это все реставрировалось. Год постройки 1880-й. Вообще, это очень такой глубокий эротизм той эпохи, потому что без журналов и порнухи куда ты уедешь. Поэтому подростки, ну, скажем, того времени ходили и немножко задирали головы, а их, допустим, боны, как их называли, гувернеры, гувернантки, они им старались голову опускать. По сравнению с первоначальным вариантом Шретер несколько изменил план здания, отказался от лоджии, то есть туда должна была была лоджия. Облик этого здания вызывает ассоциации с постройками начального периода эклектики. То есть вот эта попытка... Да, еще и Ренессанс, это вот эти вот кирпичные ставки, конечно же, тоже нас туда отсылают. Эклектика, это попытка уйти от классицизма, да, промежуточный стиль перед модерном, но в итоге классицизмы все равно вернулись. Что она еще пишет? Уют, комфорт, планировка, парадная лестница, куда мы не попадем. Для особняка Пампеля архитектор выполнил около 105 проектных рабочих чертежей. Вот, и мы сегодня будем видеть очень большое количество работ архитектора Виктора Шретера, поэтому я специально здесь и начал. Ну, а предваряя свой рассказ, то есть поскольку мы идем, это владение как раз-таки Алексея Александровича, князя Цусимского, я про него уже рассказывал, вот как раз той проходки с красным аракезом. Здесь находились его непосредственно, это экипажный дом со всем штатом, который обслуживал, грубо говоря, гараж великого князя Алексея Александровича. Это человек, который возглавлял флот уже после Николая Константиновича. Николай Константинович был смещен своим племянником Александром Третьим, хотя Николай Константинович, как практика показала, был на своем месте куда более уместен, на месте уместен, да? Опа! Курсы риторики от гида Павла Перса. Чем Алексей Александрович, потому что Николай Константинович даже свои 10 тысяч выложил на постройку кораблей, Алексей Александрович только тырил. Ну, вот давайте я вам напомню, что здесь у нас вот как раз на первом этаже остались вот эти петли, которые как раз вам показывают, что это бывшие ворота, откуда выезжали экипажи Алексея Александровича. Павел Александрович и Сергей Александрович были двумя младшими братьями, уже Александра Третьего получается, и между ними было, ну, некое родство душ. Потому что старшие братья, тот же самый Алексей, естественно, Александр, ну и умерший в Ницце Алекс, которого хотели посадить на трон, у них была определенная разница между ними. И Павел Александрович вот как раз женился на дочери греческого короля. Получается, она была его родственницей, потому что, напоминаю, что Ольга Константинова, она дочь Константина Николаевича. В них родилось двое детей. Старшая была, вот это, кстати, особняк Алексея Александровича, построенный по проекту Максимилиана Месмахера, а это все, что осталось от этого сада. Это тот самый сад, который Маля видела из того особняка на английском 18. Старшую звали Мария Павловна, младшего Дмитрия Павловича. И вот, родив Дмитрия Павловича, несчастная эта молодая греческая принцесса умерла. Павел Александрович переживал, естественно. Но, попереживав, как-то успокоился, он еще вполне себе молодой. И тем более, что его прекрасный родственник, мемуарис Сандро, Александр Михайлович, это уже сын Михаила Николаевича. Михаил Николаевич, это уже брат как раз Константина Николаевича, который сын Николая I. Ну, Михаил Николаевич его, кстати, может и знать по знаменитому портрету Никисти Серова. Вот отсюда очень хорошо видно, очень хорошо виден вот этот вот дом на Писарево 4. Это Шрётер. Мы здесь еще окажемся, но раз уж мы вот с этой панорамой на него так замечательно смотрим, то можно пару слов и про него сказать, потому что, конечно же, госпожа Николаева пишет и про это. Я тут накидал огромное количество закладок, но который из них относится к тому, что нам надо, я неизвестный. Это дом, там, 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 оба Писарева. Ну и пока насладитесь. Да, вот. Рядом с особняком, это его особняк, к которому мы сейчас подойдем, по Алексеевской улице Шрётер разводит обывательский дом по проекту, утвержденному 27 марта 1991 года. Он состоит из лицевого корпуса дворов флигеля. Дворов флигеля мы с вами еще увидим. На первом этаже архитектор использует трус. Опять-таки, его любимые приемы, так что вы видели, да, только он, видите, здесь такой немножечко, простите за мой скосодический язык, засранный. Да. Стены второго и третьего этажа составляют кирпичи, а штукатуры в стену четвертого этажа. То есть он ставил, делал здесь кирпичные вкладки. Вообще, если честно, я изначально думал, что этот четвертый этаж настрой. Настолько он выглядит, ну, с довольно странным образом, но он, видите, был запроектирован еще Шрётером. Окна сандриками второго этажа, он обрабатывает пилястрами. Значит, сандрики, напоминаю, это полоски. Пилястры – это вот эти боковые полуколонны, получается. Окна третьего этажа имеют профилированные наличники сандриками, лепные валюты. Профилированные наличники – это вот они вот так вот обрамляют, а валюты – это вот эти маленькие завитки. Я не знаю, будет на GoPro вообще видно, да, если честно. Ну, я подставлю фотографию. Валюты, ну, как вот у ионического ордера, такие завитки. Дополняют декор гирлянды между окнами четвертого этажа, от которых нихрена не осталось, практически они все отвалились. Парадная лестница, тратата, освещается световым фонарем. Я так понимаю, что вот этот вот световой фонарь, который, видите, забит сейчас наглухо, да, это было, на самом деле, было окно, но теперь оно не окно. Ну, потому что сейчас электричество уже такого не нужно, да. Давайте подойдем поближе, вот отсюда подснимем, может, что-то вы увидите. И профилированные наличники, и вот эти пилястры полуколонные. Что еще интересно, в доме спроектировано 9 квартир в 5, 6, 7 и 8 комнат. Несчастая хозяйственных помещений, высота потолков от 3-5 до 4-х метров. Да, 5. Представляете, и сколько потом здесь было коммуналок, строжно даже представить. Но, дальше на углу стоит уже личный особняк Виктора Шрётера, который он поставил здесь, опять-таки, в том же самом стиле ренессансном, уже на этот раз французский ренессанс. Это первое, чуть бросается в глаза. Вот он у нас начинается. Потому что 90-91 год, его личный дом, по крыше, которую мы сейчас с вами рассмотрим, перейдя дорогу. С этим особняком связано несколько тоже интересных технологических нюансов, которые здесь прекрасно описаны. Ну, про это все обойду я уже рассказывал. У меня была проходка про то, как бывшие промышленные предприятия превращаются в лофты, жилые помещения и так далее. Можете пока посмотреть на этот особняк. Он сумел придать облику романтический силуэт. Ну, спасибо, Кэп, мы и так это видим. Вот по стой, конечно, башни и по вот этой вообще форме очень-очень-очень французский силуэт. Оба фасада, выходящие как на набережную, так и на улицу, асимметричны. В объеме выступающих центральных частей Зодчи вписывает лестницы. На северном фасаде в объеме лестницы Шреттер делает акцент на большое окно, прорезая им межэтажную тягу. Большое окно, вот, видите? И действительно мы видим, что это окно, оно не симметричное относительно пола. То есть оно прорезает, это называется, межэтажную тягу. Его форма содержит элемент готичности. Этот элемент готичности выражается вот в этих архивольтах. Пишет она здесь об этом? Интересно. То есть, ну, как она это пояснит? Давайте посмотрим. Также выбором высокого струугольного фронтона зрительно продолжающего вертикаль фасада. Нет, она здесь не пишет про архивольты. Располагая справа от лестницы по одной оси, слева по две-три, архитектор активно защищает светом внутреннее помещение. Ну, тратата, это спасибо, да. Ну, дальше она пишет, что знак, это известная история, что он к басонству не имеет. Шрётер был первым председателем союза архитекторов, поэтому это просто на самом деле знак союза архитекторов. И, в принципе, где-то здесь, в этой книжке он даже был, но неважно. Фасад, выступающий на улице Писарева, она описала. Значит, мансардный этаж. Вход с улицы ведет к парадной мраморной лестнице. Тут что интересно, вот, набор комнат, чтобы вы понимали. С одной стороны со столовой располагалась чайная, с другой буфетная. То есть, понимаете, столовая, есть столовая, пойдем туда дальше. А есть чайная еще отдельная и буфетная, за которой находилась кухня людская, между ними кладовая лестница. Людская, я напоминаю, люди, это слуги. Слева от главного входа был устроен кабинет, сообщающий с ними чертежный. Ну, дальше там будуар, гостиная, спальня, три детские, мансардный этаж, учебная, детская, запасная комната. Тут она еще дальше пишет про кирпичные фасады, частично штукатурные серой известью. Плитки имели на внутренней стороне желобки для лучшего сцепления. Тут даже три сорта этой извести. Примесь цемента, романского и портландского цемента. Внутренняя отделка простоту и тратата. В большинстве комнат настелили дубовый паркет, кроме людских и мансард. Ну, действительно, на кой ляд ли слугам паркет? В подвале и ванной и ватер-клозетах полы были асфальтные. На кухне, коридорах, площадках и цементных, метлахских плиток. Вот асфальт, на самом деле, давай еще этот дом рассмотрим, это достаточно прогрессивный материал. Им Шрётер выложил, допустим, полы в больнице на Васильевском острове, ну, а в Мариинском дворце Штекеншнейдер асфальтом выложил этот пандус, знаменитый для Марии Николаевны. В чертежной мастерской использовали плиты из ксилолита. Вот, смотрите, ксилолит – материал, представлявший смесь магнезиального вещества, опилок и древесной муки. Вот за факт. Но их привинчивали к деревянной обрешетке медными винтами. То есть, на самом деле, это какой-то прототип, не знаю, ламината. В общем, Шрётер уже в то время нечто так... Ну, я думаю, что специалисты сейчас напишут. Что, колыхается? Чуть-чуть, он покосился. Покосился. Ну, что ж поделать. В составе в хозяйственных построях входили экипажный сарай, конюшник, коровник. Коровник, каменный ледник, покрытый землей и так далее. Ну, а вот это уже непосредственно доходный дом, который он тоже построил из себя. Вот эти треугольные эркеры, конечно. Он, как он писал, пытался скрасить скучный вид вот этой тюрьмы Штауберта, по-моему, построенного. Ну, и наверху три запланированных мастерских. И еще он скосил вот этот угол. Вот видите, вот здесь. И таким образом тоже повысил освещаемость квартир. То есть, если бы он сделал здесь угол прямой... То есть, видите, первый этаж. Тут нет скоса. И это не единственный интересный скос, который мы с вами увидим в этом доме. Пойдемте зайдем внутрь дворов. Да, и что интересно, я этого не знал. Оказывается, здесь, именно в парадном подъезде, где вся металлическая... Ну, металлические работы были сделаны заводы Винклера, там был сделан лифт. Да, вот именно здесь. Но мы с вами увидим, что, естественно, во флигелях никакого лифта не было. И с этим связана тут одна очень забавная тема. С внутренней стороны особняк чисто... Чисто конкретно кирпичный. Здравствуйте. Вот здесь еще одни скосы. Это, на самом деле, вот такое я практически нигде не видел. То есть, ну, я очень часто показываю колеса отбойной столбы, которые позволяют не сохранять углы. А здесь, видите, Шрёдер специально скосил этот угол и сделал он его более изящным, с помощью вот такой уступки кирпичной. Здесь, кстати, использовался, так называемый, тоже опилочный кирпич. Изобретение Шрёдера. Ну, и вот эта история. Здесь вообще двор-колодец. Но в этот двор-колодец впаяли лифтовую шахту. То есть, люди и так как бы... Ну, вот здесь вот, видимо, просветно на самом деле, за сеткой. Людей и так, вида особо не было. Но зато не пешком. То есть, здесь лифта не предполагалось. Это чёрные лестницы. Людские. Вот тут как раз показано, что даже, несмотря на то, что он скосил углы, всё равно, даже эти углы отбивали. И, видите, колёса отбойный столб сюда вставлен. Ну, а здесь на первом этаже точно так же были запроектированы конюшен и сарай. Это ещё не гаражи. На тот момент ещё автомобили не вошли в обиход. Ну, в 1996 году только... А, давай вот так вот выйдем. Первый русский автомобиль был запроектирован. Вот. Это вот такой манифест Шрётера. Как его личная особня, так и этот дом. То есть, он показывает, как с помощью кирпича можно строить не только там фабрики, заводы, склады, бани и всё остальное, но и жилые помещения. И они при этом выглядят очень круто. Здравствуйте. Тут у нас тоже экскурсион проходит, видите? А вот это уже история, относящаяся непосредственно к Павлу Александровичу. Здесь, кстати, магаз, который торгует... До сих пор торгует... Здравствуйте, парни. Когда-то я приходил сюда с гостями из Хабаровска, и они накупили здесь всего. Нас даже виски угощали тогда, но это было давно, зимой. Как там, санкции не очень влияют? Ну, теперь у нас самогон вместо виски, а в основном всё хорошо. А, самогон вместо виски, но всё равно все... Лучше, чем виски. Лучше, чем виски, да. Хороший самогон, лучше, чем виски, да. Но на самом деле это бывший каретный сарай. При вот этом запасном доме Павла Александровича, обратите внимание, что на втором этаже как раз жили его водители. Вы меня можете сфотографировать, да. А всё остальное я глубоко straight, несмотря на то, что вы торгуете американскими товарами, но... Да, а я постоянный покупатель. Давайте. Просто я не связан с непосредственностью. Спасибо большое. Здравствуйте. А вы про наш дом что-то снимаете? Ну, я снимаю вообще проходку, но это же бывший, на самом деле, каретный сарай запасного дома Павла Александровича. Я про это рассказываю. Да, да, вот, про это говорю. А, всё. А вы работаете здесь, да? Нет, я живу здесь. А, вы здесь живёте? Да. Опустите нас к себе. Слушайте, у меня сейчас ремонт недоделанный. А по хрену. Если я вам напишу там в инстаграм куда-нибудь, через какое-то время. Ну, хорошо. У меня просто ужасный срач сейчас. Так это же и прекрасно. Я вот в процессе. Мы увидим это всё в первозданном виде. Увидите уже. В первозданном уже не увидите. Ну, ладно, хрен с ним. Тут гнилое всё было. Тут текло всё по фасадам видно. И пришлось там балки менять. Короче, там... А сколько там метраж у вас? 150 почти, 145. Это же, получается, полностью ваша квартира, да? На втором этаже. Ну, на втором этаже. Да, на втором этаже. Там коммуналку расстеляли. Ну, а год... Там была коммуналка, жила бабушка одна. Остальные были собственники, 11 человек. 11 собственников. Мы офигели расстелять. Ну, понятно. Ну, это просто... Ну, к магазину вы не имеете отношения? Я просто с ними дружу. Ну, я понял. Слушайте, ну, круто у вас. Ну, самым помещением владеет тот человек, который живёт. А так? Понятно. Ну, хорошо. Классные ребята. Да, да, да. Очень рекомендую. Да, спасибо. Не, ну, действительно, у них эти... Чисто американские вот эти вещи. И у нас действительно была смешная ситуация, когда, короче... Короче, это первый раз такое я видел в своей жизни, когда человек купил обувь дороже, чем она стоила. Он сказал, не, ну, это что-то несерьёзное. И накинул им сверху. Здесь, видите, даже цифренно обозначены подъезды с этой стороны. Ну, и вот здесь тоже... Ну, вот это уже, скорее всего, это уже какие-то подсобные помещения. Сам дворец Павла Александровича располагался... Ну, и до сих пор располагается на английской набережной. И его задник выходит на Галерной улице. У меня есть отдельный маршрут по Галерной. Я показываю изнанку как раз дворцов Андрея Владимировича, Михаила Александровича и Павла Александровича. Андрей Владимирович – это сын Владимира Александровича. Михаил Александрович – это сын уже непосредственно Александра III. А Павел Александрович – это сын Александра II. Не путайте. И если мы перейдем на ту сторону и посмотрим на этот фасад, то мы вот там наверху... Увидим... Ну, если даже не увидим, то я вам подставлю. Вензель Павла Александровича. Вот там вот видите, да? Ну, не видно, я подставлю, да. П.А. Павел Александрович – его запасной дворец. Мы выйдем и сейчас еще... То есть мы обратно вернемся и пройдем, чтобы выйти со стороны вот этого особняка, построенного по проекту Александра фон Гогена. Это редкий пример его именно гражданской архитектуры, потому что он строил в основном, ну, частный особняк, например, Матильбик-Сисинск или... После вас, после вас. Дом офицеров. Так в итоге, значит, Павел Александрович встречает... Он состоит в конном гвардии конном полку. Там точно так же господин по фамилии Пистелькорс. Господин по фамилии Пистелькорс. Женат на Ольге Корнович. Она в девяти часы Корнович. Она, соответственно, взяла ее фамилию Ольга Валерьяна Пистелькорс. Я вам сейчас поставлю фотографию, но мне кажется, ну, невозможно стоять перед такой женщиной. У них уже четыре ребенка, представляете? Павел Александрович на нее западает со страшной силой. Но при этом он самый пазантин, да, вот Сандро. Князь Сандро, смотрите, какая прекрасная щель. Такая... Вить! Александр Михайлович писал, что он очень хорошо выглядел в своем доломане, в своих вот этих ритузах. Ну и вообще он как бы, он же мечтал стать актером, Павел Александрович. Киса. How do you do? Ольга тоже его полюбяет. Влюбляется в него. Разводится. И, ну, представьте, то есть великий князь не имеет права, во-первых, жениться на представительнице невладительного дома. Во-вторых, ко двору запрещено приезжать разведенкам. Кто тебя убедил, что нужно жить спокойно? Мы никогда не будем моложе, чем сегодня. Наверное, строчка из какой-нибудь песни, скорее всего, да? Тут вот домик какой-то нарисован. Разбегайся для последнего прыжка выше головы. То есть, короче, бинго, да? Два раза. Ну и все. И Павла Александровича решают. О! Смотри-ка. Я делал пост. Вам снился этот человек? Почему я никому не снился? И мне даже писали, откуда это пошло. Это из, опять-таки, штатов. Пошло. Вот найдите, загуглите и напишите. Видите, как здесь можно вот так вот ходить хитрым образом? Здесь даже внутри дом на самом деле выглядит... Да, ну давайте еще... Мы туда не пойдем, чтобы время не терять. Здесь просто есть еще бомбоубежище вот там за... Или сходим. Это просто не проходной двор. Но там, конечно, очень колоритная такая фактурная стена сзади. Ну, сейчас посмотрим. Пойдемте. Значит, его лишают всего, и вообще он уезжает за границу. Самое главное, что детей его изымают из лона семьи и отдают на воспитание как раз-таки его старшему брату Сергею Александровичу и его супруге Елизавета Федоровна. Елизавета Федоровна – это родная сестра Александра Федоровна и жены Николая II. У них очень странный брак, как у Блока с Любовью Дмитриевной Менделеевой. У них нет детей и нету секса. Ну, в смысле, второе следствие первое, естественно. Вот здесь очень хорошо видна дранка. То есть, сам дом, мы видим, что он каменный, облицован красивым благородным материалом. Но при этом... Вот. Надо сказать, что вот этот особняк, построенный по проекту Александра Фонгогена, этот Козлетиновый особняк, это этот доходный дом Козлетиного, это его личный особняк, он тоже отделался Виктором Шрётером. И об этом тоже есть в этой книжке. Возможно, я даже это найду, но, в принципе, нам не так это необходимое. Это уже пошел Мариинский театр. Это тоже Мариинский театр. Это тоже, это уже декорации на Мариинском театре. Ну, в общем, не столь важное, просто видите, насколько... Ну, он в основном занимался отделкой внутреннего убранства. Ну, а это уже такой рациональный модерн, уже Гугиновский. Только единственное, что, конечно, сам фасад, он был такой белесый. На тот момент он абсолютно засранный сейчас. Марию Павловну и Дмитрию Павловичу отдают на воспитаниях Сергею Александровичу и Затя Федоровне. Ну, и вот они там воспитываются. У меня была лекция и про Дмитрия Павловича в серии романа «Без сопли» и про Марию Павловну. Один из самых интересных эпизодов их жизни, жестко интересных, это то, что они ехали первый раз в карете из Кремля Большой театр, когда Калеев хотел бросить бомбу, он увидел, что Сергей Александрович едет не один, и бомбу не бросил. А второй раз, когда он ехал один, он бомбу бросил, и, в общем, великого князя разорвало на части. Пострадал кучер. Москвичи цинично шутили. Ну, а про Сергея Александровича тоже цинично москвичи шутили, что наконец-то великий князь пораскинул мозгами, потому что ему реально все разорвало к чертой бабушке. И вот эти несчастные дети, прикиньте, остались, в общем-то, сиротами второй раз. То есть папа за границей, приемные их родители, получается, да, дядя убит, а тетя, она после этого купила участок на Большой Ордынке и организовала, основала там Марфом Римскую обитель, где одна из первых выдающихся работ непосредственно Алексея Щусева в храм этот. Ну, а самая известная работа Щусева, это, конечно же, мавзолей. Рыжий, рыжий, конопатый. Не пугай. Не пугай. Видно, видна вентиляционная труба, а здесь вообще репейник растет и кошки бегают, да. Бегают киски. Ну, а мы сюда пришли ради вот этого двора, потому что он шедевральный. Есть такой, знаете, тупик счастья между Рубинштейном и Владимирским, а здесь вот еще один. И вот эти окна смотрят в прекрасную кирпичную стену, которая сужается. В итоге Павел Александрович вернулся сюда с началом Первой мировой войны. Он попросился у своего племянника Николая II вернуть ему звание и прочее. Он вернулся. Разыгралась у него страшная язва. И какое-то время он, а здесь еще одна киса в окне, но не живая. Валялся в больнице. Мария Павловна, вот видите, тоже в рост, как колесо отбойный столб, в своих воспоминаниях писала, что, зная его в последующую судьбу, лучше бы он умер от этой язвы. Проявил себя очень достойно на поле боя, получил Георгиевский крест. Но в 1918 году, это было в царском селе, там у них был свой особняк. До сих пор этот особняк есть, но только, естественно, уже не особняк. Петерс, Лацис и Ксенофонтов подписали приказ. Четыре великих князя были расстреляны на территории Петропавловской крепости. Судя по всему, там же их захоронили. И теперь, внимание, вопрос. Ксенофонтов умер своей смертью в 1926 году. А что случилось с Петерсом и Лацисом в 1938 году? Как вы думаете? Да-да-да, точно так же их пустили в расход. Ибо нехер, потому что, понимаете? Ну, конкретно, вот Павел Александрович был абсолютно безобидный персонаж. Ему вообще нафиг все не было, не далось. И вообще Сандро писал, что за границей он избавился от своего высокомерия. И, ну, в общем, приобрел все эти прекрасные человеческие черты, за которые его все так ценили. Вот это здание построено уже в начале 20 века для фабрики Жорж Борман или Жорж Барман. Об этом есть у меня, ну, не конкретно про эту фабрику, а про Жоржа Бормана есть у меня в путеводительнике с Петерсом, потому что там его биография вкратце рассказана. Потому что на Невском был его самый первый магазин. Потом их было там еще несколько на Невском проспекте у магазинов. Здесь производилось неимоверное количество кондитерских изделий. Причем сначала вообще вручную. Я там поставлю фотографии, всемирные иллюстрации. Показано, как у девчанок это все делают. Затем эта фабрика носила имя Конкорде Самойловой. Конкорде Самойлова, ну, мало того, что она училась на Бестужевских курсах вместе с Крупской и с сестрой Ленина, но она еще, забегая вперед, сидела в Литовском замке, к месту нахождения которого мы с вами подойдем в конце нашего маршрута. И я про это буду рассказывать, потому что у меня есть с собой замечательная книга «Воспоминания» Заркова Уильямс, где она, этот Литовский замок описывает. В Литовском же замке сидела Гельфман, но об этом я скажу чуть позже. Мы подходим к еще одной постройке. Вот видите, она сразу выделяется среди всех остальных, кирпичный стиль. И это, тадам, тоже шриотер непосредственно. А, нет, это, извините, это не то. Это будут терки у нас, связанные с постройкой синагоги. А это у нас... Осмотр Большого театра. А где же у нас мастерские-то? Вот это, наверное, да? Да, 3 мая 1900 года уже, представляете, то есть это 90-е годы, а это уже 900-й год, фактически стык эпох. Видите, написано «ДИТ». ДИТ – это дирекция императорских театров, декорационный магазин и зал. Магазин – это, ну, магазин, да, это склад. Слышно, так же, как в французском есть магазин, а есть магазин. Это два разных понятия, да? Где он, да? В течение года постройку завершили, взведя из кирпича на растворе из романского цемента. Фасады не штукатурили, обработав наружные стены 12-ю контрфорсами. Вот они, собственно, здесь представлены перед вами. Лисовой фасад отделали высококачественным кирпичом, украсив четырьмя вышками, сынковыми верхушками, становив четыре кронштейна для флагов. Вот они, раз, два, три, четыре, четыре кронштейна. Только сейчас самих флагодержателей нету, но из этой книжки мы теперь понимаем, что это, на самом деле, были держатели для флагов. Я этого не знаю. Ай! Терва! Бегает книжечка от меня. От меня. Где ты там у нас, да? Нет. Я потерял ее. Почему такая жестокая жизнь? Я ее заложил и потерял. Я же хочу вас собрать, чтобы вы были высококвалифицированными искусствоведами. Да. Едем дальше. На трех главных дверях сделали орнаментированные оковы и железные углы для предохранения притолок от порчи и при проносе декораций. Короче, здесь были стенки по бокам и сверху, облицованные железом. Ну, как это колесо отбойный столбик, только в этом случае, чтобы не при проносе. В первых трех этажах расположили магазин для декораций, в четвертом этаже поместили поделочную мастерскую. То есть, в самом верхнем, с этим большим окном, там была мастерская для производства этих самых декораций. Над ней находился кабинет художника и зал для писания декораций. Вот еще сверху, там, видите, маленькие окна, это, оказывается, кабинет художника. Металлические стропила и металлические переплеты в окна к боковых стен пятого этажа выполнялись под руководством инженера-технолога. Так, тра-та-та. Опираюсь на европейский опыт. Бла-бла-бла. Углубил, расширил и все такое прочее. Да, да. Нет, ну бла-бла-бла не берите на вооружение. Бла-бла-бла это моя фишка. Как бы мне за нее очень часто прилетает, типа, что это за лектор, который вот так вот выражается. О, слушай, а там открыто, там обычно закрыто. Ну, давай тогда пройдем туда. Это редкая удача. Здесь есть тоже такая тема вот с этим сужением. Ну, мне нравятся вообще подобные коллизии архитектуры. Причем обратите внимание, тут у нас контрафорсик маленький и торчит просто. Видите, швеллер. Это явно уже поздние ремонтные дела. Тут опять лежбище котов. А, ну так мы сейчас что, выйдем обратно на английский проспект? Там, это нам не шибко надо. Ну да. Но нам туда не надо. Мы там уже были. Вообще-то. Да, хотите, покажу, как это происходит обычно? Просто видите, прикол в чем? Оттуда сюда без ключа, без кода не зайти. Я особо не увлекаюсь, там, знаете, у меня нет привычки подбирать эти ключи и так далее. Мне вполне достаточно того, что у меня и так есть. Но с этой стороны вы можете зайти вполне себе спокойно. Сейчас будет прикол, если она, в принципе, открыта. Да, вы знаете, она, в принципе, открыта. Но она была закрыта просто. И вуаля, мы с вами опять оказались в начале нашего маршрута. Так, ладно, пошли обратно. Но мне вот это совершенно не в кассу, потому что, если я, допустим, группу поведу сюда, то у меня весь тот кусок маршрута улетает. Это, кстати, к методологии прокладки неметодических маршрутов. То есть ты же должен все-таки понимать логику своих передвижений, куда и чего ты ведешь. Поэтому, даже если бы я это знал, я бы все равно этим и стал бы пользоваться. Единственное, что здесь можно, конечно, вывезти их и туда завести. Но здесь не шибко. Здесь ничего такого нет, кроме вот того замечательного прохода. Ну и вот этих, конечно, стен, типично петербургских, тут прямо видно, с одной стороны они покрашены, а с другой стороны... Потому что предполагалось, что здесь тоже будут стоять какие-то флигели. Вот эти окна, они в итоге закроются, и будет этот классический двор-колодец петербургский. Да, соответственно, это не единственный декорационный зал, построенный шрётором. Есть еще на Большой Подьяческой, мы, наверное, когда-нибудь до него дойдем. Ну и самое главное, это, кстати, факт, который многие не знают. Ну, я имею в виду, как многие из тех, кто хоть чуть-чуть в теме, потому что большинство, в принципе, этими знаниями не владеет, потому что это достаточно специальные знания, кто какие там здания построил, в каком году и так далее. Но Мариинский театр, он же изначально был построен по проекту Альберта Катариновича Кавоса, который я постоянно называю на французский лад, хотя он, конечно, Кавос, а никакой не Кавос. Но потом он был переделан именно Виктором Шрётором. И Шрётор его сделал более эклектичным, более таким орнаментальным, чем тот был изначально, в чем мы с вами убедимся уже в скорости. Поворачиваем направо. И здесь мы выходим на бывшую офицерскую улицу, сейчас это улица Декабристов. Там перед нами предстаёт эстонская литеранская церковь Святого Иоанна. И крайне интересно посмотреть на старые фотографии, которые показывают, во-первых, как выглядела сама офицерская улица и как выглядело непосредственно это здание. Понятное дело, что в советские годы всё это было закрыто, ну и вообще выглядело довольно ужасно. В принципе, открыто мы могли бы войти, если бы, конечно, я всё-таки был не в таком прикиде. Хоть это и литеранская протестантская церковь, но всё-таки надо понимать, что даже при их вполне себе либеральном подходе надо в храм заходить с определённым почтением. Не петухом. Ну не петухом, это уж как минимум, да. Вот смотрите, я вам поставлю фотографию, и обратите внимание, что там на первом этаже. Это сейчас там гастрономия и колбаса, и в революции там тоже была лавка продуктовая, которая показывает нам, что функция конкретно этого этажа, она сохранилась с тех пор, что большая редкость в наши дни. А теперь я, вот мы сюда перевернёмся, я подставлю фотографию вот уже туда, в перспективу, непосредственно официальской улицы, и мы увидим, что… Переведите, пожалуйста, камеру в ту сторону. Камеру в ту сторону переведите, переведите камеру в ту сторону, в ту сторону камеру переведите, переведите в ту сторону камеру. Уже перевели. Да, то есть ходил трамвай, здесь по центру были фонари, совершенно другая вообще, ну и видна непосредственно церковь, это совершенно другая картина. Ну а теперь мы переходим к несколько другому сюжету, потому что мы на самом деле подходим к бывшему театру Неметии, который потом сменился театром Луноход, Лунапарк, какой Луноход до революции? Луноход, да, и этот театр Неметии был тоже построен по проекту Шрётера, как он выглядел, я вам покажу. И дело в том, что именно в этом театре, это уже, вот у меня есть другая книжка, но я показывал про Александра Блока, всегда настоятельно рекомендую книжки вот именно из этой серии, да, называется «На туристы Ленинграда», они потрясающие, они вот если вы хотите, ну и экскурсии водите, в принципе, вот как бы почитать нормальную краеведческую литературу, вот это просто. Конкретно. На случай А.А. Александров просто молодец, который написал конкретно данную книгу. И отсюда мы выясняем, что в этом театре Неметии Вера Комиссаржевская, которая хотела создать свой театр, создала свой театр. И привлекла она к себе, никого бы то ни было, а, в общем-то, в принципе, ведущего, одного из ведущих актеров МХАТа, Сева Владимировича Мерхольда, который воспользовался ситуацией и решил реформировать вообще всю идею театра, потому что это был как раз тот момент, когда, ну, символисты спорили с передвижниками, да, все эти там бубновые валеты и так далее. Значит, символисты спорили с классическими, с классической литературой, там, Брюсов, Гиппиус и все остальные бравые ребята. Вот, видите, сейчас здесь пространство вот такое большое, здесь новая сцена Мариинки, но, если мы посмотрим, вот мы, если мы увидим вот сюда, значит, ну, сначала я подставлю более позднюю фотографию, потому что это тот самый Луна Парк, уже переделанный, вот здесь вот стоит. А фотография, которая нам интересна, которая еще до этого, она сделана с другого ракурса вот оттуда. Это как раз тот самый театр Неметти, где Мейрхольд поставил блоковского балаганчика. Две другие пьесы Блокова запретили к постановке по цензурным соображениям, а эту разрешили. Вот, там сейчас солнце выглядывает. Вот отсюда, если посмотреть, вот с этого ракурса как раз видно перспектива. Вот это здание, на переднем плане, это здание, построенное по проекту Виктора Шрётера. И что, например, Мейрхольд проповедовал, да? Прочь со сцены надсадный кашель, галуши, сверчки за стеной, босяки, интеллигенты. Прочь красивые лирические голоса, имитации сырости на декорациях. Пусть сценой займет мистика-символическая драматургия с вневременным и общечеловеческим проблемами. Средство для ее театрального воплощения подскажет современная живопись и музыка. То есть, чего добивался Мейрхольд? Он, например, в одной из пьес там просто были прямо картонные такие шаблоны, в которых актеры вдевали руки и голову просовывали. И вот такими механическими голосами это все производили. Ну, то есть, если Станиславский учил, наоборот, натуральные школы, то Мейрхольд от этого все уходил. Настоящий реформатор. Но, поскольку он был, мы о нем еще поговорим, поскольку он был достаточно тиранистичен, скажем так, то он с Комиссаржевской довольно быстро разошелся. Сначала они собирались в пассажи, да? Вот, 30 декабря 1906 года, премьера Балаганчика. Постановка этой первой лидерской драмы Блока, по словам Мейрхольда, была началом его режиссерской биографии, манифестом эстетики условного театра. То есть, вот там началась режиссерская биография Мейрхольда, которая закончилась в Москве, в Брюссом переулке. Ну, вот здесь как раз мистики, да, из картона. Декорации, кстати, Сапунова, музыка Казмина. Казмин у нас не только стихи писал, но он был еще и композитором. Роль Пьерро исполнял сам Мейрхольд. Я вам сейчас поставлю картину, портрет. Вы наверняка ее знаете. Это как раз этот самый Балаганчик. Судьба у Мейрхольда довольно трагичная, но если мы успеем сегодня, я об этом расскажу. Здесь у нас Национальный государственный университет имени Лесговта. Я вам хочу поставить фотографию, она сделана не здесь. Это открытие вольной школы. Пока подсними вот это здание. Это здание ремесленной школы. При, собственно, синагоге. А я вам хочу показать фотографию, как это выглядело раньше. Я тем временем достал еще одну книжку. Она выглядит вот так. Из этой же серии, да. И фотография здесь показана непосредственно вот эти вот ученицы Лесговта со всевозможными скелетами и прочее. Вольная школа. Но сделана она не здесь, сделана она нынешний союз запечатников, тогда торговый. Тем временем, кстати, вот это вот еще. Помните, у нас был выпуск, я вам показывал самый первый дом быта возле Нарской. А вот это как раз один из них. Здесь вообще изначально хотели сделать станцию метротеатральную, но Георгиев сказал, а не, в смысле, это хотели сделать там, и теперь хотят сделать здесь. Вот, вот так вот, да. Но что-то я как-то не наблюдаю. Ну, не снести, я не знаю, у нас же умеют делать, в принципе, внутри. А может быть, и снесут. Это как бы не считается пока что памятником архитектурным. Это просто такой советский модернизм сюда встроенный. Вот, но посмотрите мой выпуск, где я с красным ракезом хожу, я там рассказываю подробно, что это, зачем и почему. Значит, Лесгофт, он же на самом деле проповедовал вообще новый подход, не только к преподаванию, но и к всей физической культуре. И вот то, что они находятся рядом с вот этими скелетами, вообще демонстрируя всячески свое стремление к натуральной школе изучения всех этих наук, это целый и сыновой настоящий манифест. Потому что что говорил Лесгофт, когда эта вольная школа открывалась? Сила кулака, штыка, вера, безрассуждение, вот те явления, где мысль человеческая играет мизерную роль, где нет человека. Наши школы напоминают тюрьмы. Вольная школа стремится дать возможность всем желающим научно мыслить, найти в себе человека. Вуаля. Ну, в общем, продолжая мысль Софьи Бардиной, сказанной ею на судебном процессе знаменитом, сила на штыки не улавливается, да? Свобода на штыки не улавливается. И, в общем, что сила будет за нами. Мы с вами подошли к зданию Большой Хоральной Синагоги. Я тут недавно снимал на самом деле сюжет, который очень круто зашел. Ну, на мое удивление, там было минимальное количество антисемитских комментариев. Ну, было еще несколько душнил, который... Один мне написал, что я надел кепку, чтобы омолодиться. Мне вот это больше... Господи, какие зайки. Да, но... Очень интересная подробность. Дело в том, что Шапошников построил этот... Это здание, и действительно, по проекту оно должно было быть скрыто от глаз. Вот этот купол не должен был объявить фитинг. Шрёдор участвовал в конкурсе на пасторку Синагоги, и по его проекту должно было быть два купола. И что интересно... А, нет, это Мариинский театр. Сорян. У меня тут много закладок. Это Большой театр. Мы застрельно... Вот, еврейская община. Смотрите, как интересно. Значит, храм следовало отодвинуть вглубь участка. По офицерской улице предполагалось построить прицерковный дом, но в итоге построили здание ремесленной школы. Пойдем вернемся. Ну, вот пишется про проект. Значит, комиссии судей рассмотрела проекты Шрёдора, Шапошникова, Бахмана и Гольдберга. Основой для оценки служила письменная программа, о которой Шрёдору сообщено не было. Значит, проект Гольдберга был согласен сразу. Отмечал, что планы Шрёдора и соавтора Шапошникова и Бахмана сходны по замыслу. К недостатку проекта Шрёдора было отнесено неудобное решение подъезда для входа женщины. Но я напоминаю, что женщины, как и в мечети отдельно. Проект конкурентов вступал в варианты Шрёдора поместимости главного зала. И Шрёдор писал. Я должен заметить, что нет ничего удивительного в том, что мой план был сходен по главной мысли с планом господина Бахмана Шапошникова. Так как мои предварительные эскизы, находясь под комиссией по постройке, его, вероятно, ни от кого не скрывались. Я же еще в 1870 году составлял проект синагоги на основании той же главной мысли плана. То есть Шрёдор непрозрачно намекает, что Шапошников тупо скоммуниздил его проект. Вуаля. Ну, мы-то свечку не держали. И, в общем-то, нам по большому счету какая разница. Мы, знаете, не заточены на то, чтобы устраивать расследование. Но я думаю, что, возможно, в этом есть какая-то доля истины. По крайней мере, это довольно сдержанное замечание. Тем не менее, подробность крайне интересная и забавная. К Шрёдору мы еще вернемся. А сейчас мы ждем светофора, чтобы перейти дорогу и поговорить уже совершенно про другие вещи. Потому что мы с вами подходим к зданию... Да, спасибо большое. Мы с вами подходим к зданию бывшего литовского рынка и литовского замка. Литовский рынок располагался по правой стороне. Там сейчас есть реликт в новой сцене Мариинки. А литовский замок располагался по левой. Вот если вы сейчас кинете взгляд вперед, то увидите в самом конце, там такая большая серая махина здания уже сталинского эпохи. Раньше там располагался так называемый литовский замок. Что такое литовский замок? Там вообще стоял литовский полк. Ну, действительно, это была такая крепость, выглядящая как замок, с башнями. И после того, как литовский полк оттуда выехал, там организовали тюрьму. Одну из в Петербурге. И в этой тюрьме как раз в основном содержался уголовный элемент. Она долгое время была женской. Потом ее сделали миксовой. А потом туда стали сажать и политических. Ну, например, Гесси Гельфан. Там сидела эта девушка, которая должна была быть шестой повешенной, но среди пермамартовцев. Но она оказалась беременной, поэтому ее казнь отодвинули. Но это ее не спасло. Она родила и, в общем, умерла в тюрьме. Собственно, как ее ребенок. Но гораздо интереснее воспоминания от Теркова Уильямса. Потому что после того, как случилась знаменитая демонстрация у Казанского собора, где они присутствовали просто из любопытства многие. Причем их предупреждали. Они подошли, и она открытым текстом в одном пишет, что и казак ей сказал, что вы туда не ходите, потому что если сюда пойдете, выпустить я уже не смогу. Была оцеплена демонстрация, там студентов было много. Они туда пошли, ну, в общем, их там похватали в итоге и привлокли в этот самый литовский замок. И она пишет. Тут очень много интересных подробностей. То есть сначала, когда они туда въехали, там стояли вот так вот, ну, то есть заходишь в такая огромная комната, по бокам вот так вот плотно сдвинутые кровати, и очень лютикий проход, куда еле-еле помещается табуретка. Одно единственное окно закупоренное, а в углу вонючая параша. А туда привезли, извините, интеллигенток. Вот видите, вот эта вот вся, вот эта серая, вот эта грамина. Я вам сейчас поставлю фотографии, как это выглядело раньше. Причем тут вот конкретно на офицерскую улицу выходила церковь с двумя ангелами. Ну вот, например, она описывает некую жену Агафонова. Она лежала в оцепенении точно в столбнике. С ней пришлось повозиться. Ради нее мы с вечера старались завешивать окна нашими юбками, потому что воняло очень сильно. Она была женщина-врач с крайне революционными взглядами. В то же время это была балованная дочь очень состоятельных крымских караинов. И еще она пишет очень интересную тему. В тюрьме я поняла также, что с начальством иногда легче сговориться, чем с заключенными. Она, соответственно, ее избрали только Уильямсу, хотя она этого не хотела, некую, как это, старостиху, да. И вот она пишет, что туда приехал в итоге тюремный инспектор. Человек хороший, образованный, пошел в тюремную инспекцию по соображению гуманитарным. Считал, что на ее службе нужны добросовестные и преданные люди. Начиная с 60-х годов такие чиновники были не редкостью, хотя оппозиционные писатели продолжали всю бюрократию описывать по Щедрину. Салтыкову, Щедрину имеется в виду. И он, после его прибытия, им действительно облегчили пребывание. Их начали, открыли двери, чтобы проветриваться. Их начали выпускать в коридор. Они стали ходить друг к другу в гости. Спасибо за творчество, очень круто. Спасибо. Все, всем по 300 рублей. Всем раздаю. Ну, вот кровавый царский режим, понимаете, да? То есть они качали права и шли им на встречу в этом плане. Лучший пекарь Петербурга Филиппа присылал нам каждый день целые короба горячих пирожков с мясом и капустой. Из колониальных магазинов присылали закуски, колбасы, фрукты, сладости. В тюрьме всякий пакет с волей развлекает. Даже разворачивать его легко. Курсы лесгофта помещались недалеко от литовского замка. Оттуда из студенческой столовки приносили целые ведра с вкусным горячим супом. Особенно впечатляли большие бутыли с вареным шоколадом. Многие студенток и студентов давно так хорошо не ели, как в литовском замке. Нормаз, да? Да, и она здесь как раз описывает, как эти самые лесгофтички, которые еще до появления этой надзирателя поставили в проходе между колокольчиками табуретку и собираются через нее прыгать. Следуя заветами своего властного и славного учителя, профессора лесгофта, они для поддержания бодрости телесной и душевной сразу организовали гимнастические упражнения. А вот здесь мы видим... Ну давайте, давайте. Я вас вижу второй раз. Вы первый раз будете в фиолетовом костюмчике. А вот я вжел. Давайте быстренько только. Фоткаемся. Это вывесит просто. Вероника. Вероника. Давай. Вот это счастье нам приводило. Все? Спасибо. 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 Вот, видите, остаток. бывшего литовского рынка. А как он раньше выглядел, я вам сейчас поставлю фотографию. Ну, собственно, рынок и рынок. Причем это даже не фотография, а открытка. Да. А вот туда, как раз по набережной непосредственно Грюкового канала продолжался этот литовский замок. Ну и в итоге выпустили Теркову Вильямс. И она, например, писала, что не знаю, как в провинции, а в Петербурге жандармы были народ вежливый и выдержанный. Вы прикиньте, да? То есть она описывает, как он с ней общался, один из жандармов. Понимая, что она там оказалась совершенно случайно, она бы, блин, на ту сторону вообще-то, чтобы пройти там через... Ну, слушайте, ну да, ну что поделать. Ну, тварь я дрожащая. Страшно, вообще страшно. Мы не знаем, что это такое, но... Ну, пользуясь случаем, что сегодня, завтра ВМФ, а сегодня это сами, то есть все нафиг, поперекрывали очередной раз. И я, естественно, планирую экскурсии, исходя из этого. То, да. Вот давайте еще здесь я поставлю пара фоток с перспективой туда. Ну, если чувак через двойную сплошную проехал, сорян, да, вот только что. Да. Вообще, да. Мне кажется, я-то... Вот отсюда очень хорошо видно, и, наконец, блин, они начинают освобождать от лесов консерваторию. Более того, они вернули ей изначальный вид. Там стоял Большой театр. Этот самый Большой театр, как он выглядел, я вам сейчас подставлю. Он похоронил двух архитекторов. Сначала Ринальди там сиганул, значит, с лесов, и потом умер, а потом Тамаде Тамон, который, значит, приехал смотреть его после пожара. Тоже упал с лесов и тоже умер. Счастливое место, да. Но на самом деле это именно здесь, в этом Большом театре, Пушкин ходил с этим портретом «Смерть тираном», после чего на него обратили пристальное внимание. Это когда во Франции убили, значит, родственника французского короля. Мы с вами идем вот сюда. Здесь есть совершенно потрясающая фраза, которая мне очень нравится. Тут она про Государственную Думу пишет, про то все пятое-десятое. Не знаю, найду ли я или нет. А, это еще, подождите. А, вот, вот. Надо надеяться, что будущие исследователи истории марксизма, в особенности русского, разберут, как это случалось, что люди, казалось бы, не глупые, принимали эту мертвую каббалистику за научную теорию. Но русские пионеры марксизма купались в этой догматике и принимали ее за реальность. Жизнь они не знали, не считали нужным знать. Я лично знаю людей, которые до сих пор принимают марксизм за научную теорию. Ничему людей ничто не учат, ни исторический опыт, ни даже опыт собственного государства, собственного эксперимента. Но, собственно, каждый дрочит, как он хочет, поэтому why not? Чем бы дитя не тешились, лишь бы героинами не шарялось, тем более нынешние все коммунисты и марксисты на диванах, и уже, как вы знаете, никто никаких баррикад строить не станет, никакого 1905 года уже никогда не случится. Там все совершенно про другое, про интернет-комментарии и деньги. Видите, какой был фасад красивый? И будет еще, я вам покажу. И какая изнанка этих домов. Вот это мне очень нравится, тоже лестница замечательная. Да, ну и вот здесь я всегда показываю, что классика жанра, то есть можно сделать, если вот здесь у меня экскурсия проходит, а она проходит иногда, классическое петербургское фото. Наверх, за куток счастья наш любимый, торчат эти холодильники. Нумерация прекрасная. 270, 71, 84, 72, 18, 18, 89. Да, это из бомбоубежища. В итоге, значит, эту бастилию русскую, ее снесли, но перед этим, надо сказать еще пару слов, вот уже вот из этой книжки взяв, тоже эта серия, значит, Ярошенко в Петербурге. Значит, здесь он опис, здесь описывается то, что художник назвал картину Литовского замка. Значит, что такое Литовского замка? Общее решение пришло не сразу. Девушка перед стенами тюрьмы. В ранних набросках она видится автору несколько прозаической, не очень привлекательной. Если сравнить этот рисунок с описанием Верхзасулич, то понятное скостно. Короче, ну вот в этой книге приводится только исключительно эскизы, вот видите, ну тут фотография непосредственно Литовского замка, а это, значит, эскиз головы женской. Сама картина, но она не очень в хорошем качестве, я ее подставлю вам. когда я вам подставлю ее сейчас, мы с вами пойдем вот туда, чтобы вы могли сравнить, опять-таки, фасады, да, то есть вот мы видели изнанку, и как у них фасады. Фасады достаточно здесь красивые, молодные, более того, здесь мы можем видеть очень интересные элементы, такие как перекрестие фашенов, куда вотнут кадуцей, то есть знак бога Гермеса с двумя крыльями, да, и двумя змеями, то есть тут понаверчено все ради торговли и бабла. Здесь перекрестие двух якорей и уже шапка бога Гермеса, это опять-таки это такие обереги финансовые, типа баблишко приплыви. Ну и дальше повторение этих мотивов. Это вообще дом, ну если вам прямо интересно, Фитингофа, архитектор Андерсон, но обычно, когда я провожу экскурсию, я говорю, что сейчас, буквально через две секунды, эта вся информация у вас испарится из башки. А тут перекрестие, извините, значит, двух рогов изобилия и в виде зонтика, видите, такая коровья, коровья как, королевская шапка. Корона, короче. COVID-19. Ну и напоминаю, что рога изобилия, это, в общем, помещались для того, чтобы деньги на вас, как из рогов изобилия, лились. А тут даже аж перекрестина манера. Креста. Короче, у меня вторая экскурсия, я уже поплыл. Да, Ярошенко написал эту картину, потому что, ну, он, тут вообще в общем тоже много, много интересных подробностей, связанных и с той эпохой, и со всем остальным. Он же, в принципе, писал очень такие, ну, то есть, мы сейчас смотрим на эти картины, и они у нас не вызывают никаких ну, эмоций. То есть, например, его знаменитая картина студент или курсистка, интересно, здесь они есть, есть, ну, ну, вот студент, он в такой, видите, накидке, шляпа у него такая характерная, и он такой смотрит из-под лобья. Ну, а вот курсистка, это здесь эскиз. Пошли на солнце, что мы это показываем. Есть, вот, видите, здесь лучше будет видно. Вот эта курсистка, а там студент. Ну, вот так вот выглядели Бестужевки, допустим, да, на Бестужевских курсах или Аларчинки, на Аларчинских курсах я сделаю отдельный маршрут, покажу вот это здание у Аларчиного моста, где вообще начиналось образование женское, а здесь начиналось основание Петербурга. Ну, и дальше идут всевозможные вехи в истории нашего города. Его обвиняли потом, зачем вы пишете, написали портрет Фигнера, Перовской, засулич. Он говорит, да я не писал портрет, собирательный образ. Но это вот передвижническая идеология, да, то есть страдание народа, все должно быть вот про это, про все то самое. Это то, как раз, чем потом боролись вот символисты, но вот в театре с этим боролся Мейрхольд, допустим. И вот эта картина, курсистка, где, на наш взгляд, скромная девушка идет, она вызывала такой вообще негатив среди там чиновничества высшего и прочее. Ее считали нигилисткой, ну, потому что она, во-первых, короткостриженная, она мужской плед накинула, она книги несет под боком, мама дорогая, какие-то в баню книги, сиди дома, варь борщи. Друзья мои, пока мы тут меняем батарейку в камере, хочу сделать такую интермедиу и, во-первых, зачитать вам кое-какие цитаты, которые я не успел зачитать в кадре, чтобы вы поняли контекст эпохи и, возможно, немножечко прифигели. Ну, например, если говорить вот про эту же самую картину, что про нее писали. Бегущая во все лопатки, отрепанная антипатичная девица с выпученными глазами в шапке на бекрень. Другие называли эту картину дурно написанным этюдом. Но не только журналисты бульварных газет, но даже уважаемые преподаватели высших учебных заведений выступали с подобными откликами, например, профессор Цитович. Полюбуйтесь же на нее мужская шляпа, мужской плащ, грязные юбки, оборванное платье, бронзовый или зеленоватый цвет лица, подбородок вперед, в мутных глазах все, бесцельность, усталость, злоба, ненависть, какая-то глубокая ночь с отблеском болотного огня. Что это такое? По наружному виду какой-то гермафродит, понутру подлинная дочь Каина. Она остригла волосы и не напрасно ее мать так метила своих гапок или палашек за грех. Ну, за грех имеется ввиду, смотрите, мою серию классики без соплей. Теперь она одна, с могильным холодом в душе, с гнетущей злобой и тоской в сердце. Ее некому пожалеть, об ней некому молиться, все бросили ее. Что ж, быть может и лучше, когда умрет от родов или тифа, не будет скандала на похоронах. Ну, как тебе такое, Илон Маск, да? Вот эта милейшая девушка на этой милейшей картине вызывала подобную реакцию. Также не в конце я здесь скажу, что я снял для компании RBI ролик про Левашовский хлебозавод, новое культурное пространство, которое они восстановили, организовали и вообще они большие молодцы. Но единственный ролик этот размещен не на моем канале, а на канале RBI. Ссылка на него расположена в описании внизу под этим выпуском, поэтому можете посмотреть. И еще я в оставшейся части буду упоминать такого архитектора Рапета и большое спасибо одной из моих экскурсанток, которая мне напомнила то, что я знал, но забыл, такой бывает, извините, что Рапет это на самом деле Петров. Это наш русский архитектор, а не немецкий, но остальные две фамилии, которые буду произносить, вполне себе немецкие. А теперь мы возвращаемся в онлайн. Нашего напора знаний не выдерживает ни одна Гоупроховская батарейка, но батарейка любви, которая вставлена в одно место, никогда не потеряет свой заряд на этом пути, в который, в свою очередь, вы отправитесь, дорогие молодожены. И мы сейчас с вами выйдем непосредственно к Мариинскому театру. Я здесь буду делать еще отдельную проходку, потому что надо будет рассказать и про Врубеля, и вообще про этот большой театр непосредственно, и про, конечно же, дом малоизвестный Кирилла Владимировича, от которого сейчас все Романовы, и рядом просто гнездо семейное, семейство Бенуа. А вот перед нами непосредственно Мариинка. И интересно узнать, что Шрётер он перестраивал это здание. ну, во-первых, про большой театр. Осмотр Большого театра выявил необходимость капитального ремонта, но из-за отсутствия средств пришлось ограничиться лишь самыми необходимыми исправлениями и переделками. И этими переделками занимался Виктор Шрётер. К работе в Мариинском театре Шрётер приступил в 1883 году. Значит, что он сделал? Ну, он, во-первых, достроил вот с той стороны электростанцию. Вот это крыло, это тоже построено по проекту Шрётера, его не было. В подвалах места печи установил 36 калуриферов. Калурифер, хочется, конечно, шутку за 300 с каталогического характера, но не будем. Ну, короче, амосовские печи уже были построены, поставлены в Эрмитаже в 40-е годы, а здесь только в 80-х годах они были установлены. Тёплый воздух вам передаётся по трубам и поступает непосредственно в зал. Слово соответственно добавил слово непосредственно. И что интересно ещё можно узнать уже дальше. В результате перестройки главный фасад принял более парадный вид. Главный фасад это тот, к которому сейчас направимся и туда входят непосредственно непосредственно соответственно и собственно. зрители. Зочи усложнило ритмическое построение фасада. Выступающие угловые части его и первый этаж он эффектно обработал рустом. Сейчас мы будем смотреть на это. Второй и третий этаж объединил четырьмя полуколоннами композитного ордера. Лепные изображения лир придали художественное своеобразие капителям колонн. Арочные окна второго этажа охваченные профилированными архивольтами. Вот здесь она про профилированные архивольты пишет, а там на окне про Шрётера его особняка личного она не пишет. чабу то. Давайте вам подставлю более такое крупное изображение этого фасада. самое интересное самое интересное что там в нишах вообще планировалась установка двух скульптур одну Серова а вторую я не помню кому Глинки и Серова поскольку Серов сам преподавал в этой академии и там были лагери серовистов и антисеровистов они так называются короче это были настолько убогие скульптуры что их оттуда изъяли и с тех пор вот эти ниши они пустые хотя изначально они были запроектированы под эти памятники скульптурного характера памятниками вставшие здесь мы сейчас не увидим с вами дом построенный по проекту архитектора Гуна вот за всеми этими деревьями но я вам подставлю фотографию как он выглядел изначально мы сейчас к нему все равно подойдем я тут недавно был во дворце великого князя Владимира Александровича и надо сказать что Гунтам конечно сделал совершенно потрясающую деревянную столовую это просто снос башки но там кстати работал Шрётов с Китнером в том числе они помогали Рязанову в оформлении этого дворца но вот вот это дерево дерево это просто не знаю если я найду фотографию я вам подставлю вот здесь начинает выплывать этот дом и у меня с собой книга которую я уже вам показывал это такая энциклопедия Петербург немецкий архитектор мне очень нравится здесь фраза ради которой я эту книжку взял значит а ну здесь кстати фотография большой столовой она черно-белая а я вам подставил цветную наряду наряду с Гартманом Рапетом наряду с Гартманом и Рапетом Гунт стал одним из видных представителей народного варианта русского стиля и содействовал его расцвету в 70-е годы он по словам Репина имел богатейший материал новых образочков орнаментики русского стиля и неисчерпаемо заполнял бумагу новыми мотивами своего плодовитого карандаша то есть Т3 немецких фамилии да Гартман Рапет и Гунт являлись ярчайшими представителями русского стиля вот так русский стиль у нас проповедовался натурализованными немцами здесь конечно обращают на себя внимание вот эти треугольные эркеры хотя здесь как мы видим Гунт придал ну некую ренессансную некий ренессансный характер да растут огурцы ну а здесь рос все вот Мерхольд потому что он после Комиссажевской на секундочку с 1909 по 1914 он возглавовал извините дирекцию императорских театров и был постановщиком Ашмаринки и в Александринке то есть это вообще-то на самом деле ну извини да ну а вот тут у нас здание с надписью WC это на самом деле дирекционная постройка предположительно по проекту Зазерского потому что он много строил таких вот зданий утилитарного характера у меня есть другая книжка но это потрясающий конечно продукт Константин Ротикова это вообще периодка значит научный сотрудник музея городской скульптуры совершенно на самом деле ну другой Петербург про то что сейчас нельзя говорить потому что это проповедует пропагандирует все такое прочее значит здесь есть я еще потом отдельно конечно расскажу вот про эту тему с бесплатными туалетами бесплатными вообще с общественными туалетами это была большая проблема для Петербурга для революционного особенно для ДАМ вот этот дом он одним крылом выходит на канал Грибоедова а вторым сюда в нашем случае он интересен с именем Константина Вагинова потому что ему повезло как повезло он умер как ксенофон ему повезло который умер в 26 году не дожил до репрессий так и Вагинова повезло потому что все его коллеги абориуты они полегли под катком репрессий 37 года у него есть произведение Трудефестонова и здесь цитата приводится в окне виднелись домик с освещенными квадратными окнами который они называли коттеджем но действительно похож на коттедж окруженный покрытыми снегом деревья недавно окрашенный белый цвет две стены консерватории к сожалению вы их не увидите потому что здесь красивый серый забор но мы вам ее показывали до этого и часть песочного здания академического театра с сияющими по вечерам длинными окнами за всем этим немного вправо мост и прямая улица где помещался молокосоюз и красовалась аптека и мытнела пряжка то есть это уже туда в сторону блока впадающая в канал грибоедова недалеко от моря и дальше периодка пишет все так мост аптека только вместо молокосоюза был на углу до недавнего времени гастроном замененный ныне ирландской пивной шемрак там находится напротив мариинке самое замечательное что сохранился сортир действительно уникальные вещи ну и в конце я хочу сказать что Мирхольда конечно была потом печальная судьба он принял революцию целиком и полностью он надел тут свой кожаный кипарик кожаную тужурку все он хотел реформировать театры вообще устранить все академические театры вот был предводителем новых веяний в театральном мире был большим фанатом Троцкого что его потом изгубило но он же не знал на самом деле что дружба с Троцким Бухариным Рыковым и всеми остальными это потом ему выйдет боком собственно как они не знали что они будут убиты и в 2028 году Михаил Чехов он эмигрировал ну как он поехал на гастроли не вернулся и в 30-м году они в Берлине встречались с Мюрхольдом и Чехов умолял его не возвращаться в Советский Совет но Мюрхольд сказал что я вот долг меня зовут я вот честен ради честности я вернусь но он вернулся на свою беду ну и Чехов писал что он знал Мюрхольда в трех апостасях Мюрхольд как созидатель Мюрхольд как революционер Мюрхольд как человек и Мюрхольд как созидатель это вот понятное дело хотя Немирович Данченко писал что у Мюрхольда 10 апостасей каждый день рождается 10 идей и каждая из этих идей друг с другом конфликтует а Мюрхольд как революционер как раз ответственен за все то же разрушение которое было в 20-е годы особенно всего старого и истории и культурного наследия вообще шикарно да мы тоже так считаем вот ну а и Мюрхольд человек и его сначала там закрыли его театр его приютил на какое-то время Саниславский потом Саниславский умер и все Мюрхольда арестовали жену его Зинаиду Райх это вообще-то жена Есенина ее зарезали в квартире на Брисовом переулке она стекает кровью умерла в карете старой скорой помощи туда заехала соответственно секретарша и водитель Берии потому что эта квартира она была двойная это был кооперативный дом Мюрхольд купил две квартиры и соединенных в одну ну а его фигачили как он писал потом Молотову жгутами по ногам по спине по пяткам и потом на следующий день по этим же самым местам он писал как будто кипяток льют и говорили мы тебе оставим только голову правую руку а все остальное превратим в кровавое мясо поэтому он там о всех как говорил вплоть до Шостаковича ну а потом расстреляли и об этом мы всем узнали уже просто благодаря его внучке которые ну уже в вегетарианские советские года подпустили к этому делу она прочитала ужаснулась ну а теперь имя Мюрхольда вернулось на круге свое то есть мемориальная доска например здесь да и есть предположение что мастер в мастере Маргарите это один из прототипов был Мюрхольд потому что именно он ходил в этой шапочке и именно его называли единственным мастером в Москве мастер театрального дела это друзья мои то что я вам сегодня хотел сказать я вам по традиции хочу напомнить что есть книжки у меня значит вот эта замечательная как раз эпохи про которые я вам рассказываю 1905 год и пиар-компания которая Япония устроила показав всему миру как надо понимать мозги это другая эпоха это конечно 90-х начало нулевых роман корень про Петербург ну и предвидитель Невский с персом который вот возможно на какое-то время продажа остановится потому что сейчас мы будем допечатывать четвертый тираж но это будет ненадолго обложка кстати опять поменяется экскурсии идут у нас четверга по воскресенье четверг пятница вечер суббота воскресенье день все анонсы вообще вся информация которая вас интересует есть на сайте и в моих соцсетях ссылки на которые вы найдете вот там внизу на этом все друзья мои гуляйте по Петербургу наслаждайтесь узнавайте новое приходите ко мне на экскурсии да и не только ко мне в принципе ходите на экскурсии вообще я только за увидимся пока